Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным. В студии Ирина Ханоник-Рамбальская. Пробираясь сквозь мглу, густой туман спровоцировал пробки в утренний час пик, причем во всех частях города. Несмотря на неблагоприятный прогноз синоптиков, автомобилей на магистралях не убавилось, а вот скорость водителям снизить пришлось. Неудивительно, видимость при такой природной пелене не более пяти сотен метров. Кстати, туман снова пойдет в наступление ночью и сохранится утром. Кроме того, на дорогах ожидается гололюдица. Рубероидный дождь на улице Гая, реставрация панно «Беларусь-Партизанская» и красочный сад на улице Иосифа Кашкевича. Интересные подробности этого дня не упустила наш дежурный по городу Анастасия Винчо. Местные жители здесь ходят задрав носы. Правда, горожане совсем не важничают. Только так можно спастись от падающего с крыши строительного мусора. Эти кадры шокируют. Накануне рабочие безо всякого предупреждения сбрасывали старый толь с крыши 17-го дома на улице Гая. Зона риска внизу не была огорожена, значит, под рубероидным дождем мог оказаться кто угодно. Соломинку здесь подстерили уже после катаклизма. Сейчас гору строительного мусора обрамляет оградительная лента. Не было огорожено. Они огорождают, потом уже после того, как все набросают, а потом уже они могут обтянуть ленточку. Кнопка была открыта, они начали бросать, у меня все полетело в квартиру, весь этот шлаг. Ну, подошел потом какой-то дядечка, начал кричать, женщина, закройте окно. Логику строителей понять невозможно. Сперва они сделали наружный косметический ремонт, а уже после мусором с крыши испачкали новые стены. К слову, по правилам рубероид должны сбрасывать по специальному рукаву. Искусство должно жить вечно. В столице начали восстанавливать уникальное мозаичное панно. Строительные леса окружили этот шедевр. Реставрация панно идет полным ходом. Мозаика Беларусь-партизанская появилась здесь в начале 1970-х. Время разрушило ее практически полностью. Восстанавливать легендарное панно будут постепенно, в три этапа. А полюбоваться мозаикой горожане смогут уже летом. Примечательно, что в реставрации уникального рисунка участвует сын известного художника Александра Кищенко, который и создал панно. Ведутся основные работы по разметке самого панно, для того, чтобы его снять с плоскости стены. Так как панно будет сниматься, будет чиститься, будет укрепляться. В этом искусственном саду всегда зелено. Независимо от погоды здесь распускаются огромные цветы. Художники-флористы поработали тут на славу. Красочный подъезд в доме номер 16 на улице Иосифа Гашкевича цветет в буквальном смысле слова. С лекоти дождь, мороз и стужу. Здесь всегда чистое голубое небо и по весеннему светит солнце. Нарисованная оранжерея поднимает горожанам настроение в любую погоду. Жильцы признаются, в цветущий дом возвращаться всегда приятно. Радует наш подъезд, потому что заходишь всегда чистенько, всегда убрано. Стены у нас разограшены красиво. И поэтому, ну, всегда заходишь и радуешься. Вот, наконец, домой пришел. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт сетевиточкой Биои в разделе форум. Звоните по телефону горячей линии единица 600-700. И помните, нам важны подробности. Стремления к росту в столице увеличились объемы импортозамещающей продукции. Экономическое развитие города обсудили сегодня на заседании в Минградсполкоме. Одной из основных задач остается наращивание экспорта. Не менее 60% производимой в столице продукции планируют продавать за рубеж. Уже увеличились поставки в Португалию, Конго, Ливан, Албанию и Вьетнам. К слову, по итогам прошлого года самые высокие показатели по экспорту товаров у Ленинского района. Мы сегодня собрались для того, чтобы еще раз акцентировать внимание на то, что постановление принято, показатели необходимо выполнять. Надо настраивать все службы предприятий, в том числе, в первую очередь, маркетинговые службы, которые бы занимались сбытом продукции на то, что сегодня самая главная позиция выполнения прогноза – это, конечно же, экспорт. Экзамен на добросовестность в столице с начала года проверили работу пяти частных торговцев. Из них четыре завышали цены. Зачастую предприниматели накручивали стоимость социально значимых товаров – плодовочной продукции, мяса, цыплят-бройлеров, куриных яиц, молочных продуктов. В погоне за лишней копейкой недобросовестные бизнесмены теряют рубли. Нарушителей привлекают к административной ответственности. Контролировать столичных предпринимателей будут и дальше. Завтра Чижовка-арена примет юбилейный 25-й клубный чемпионат Европы в диверсионе «Б» по индор-хоккею. Восемь команд будут бороться за звание лучшей. Среди участников и хоккейный клуб «Минск». Для турнира закупили лучшее оборудование и подготовили специальное покрытие для этого вида спорта. К слову, вход на трибуны зала свободный, поэтому прийти и насладиться состязанием могут все поклонники. На улице Карла Маркса станет тихо. Этим летом она не будет пешеходной. Все запланированные музыкально-туристический сезон получат новые адреса. Развлекательные мероприятия будут организованы в Верхнем городе, который в 2014-м объявлен зоной гостеприимства. Также интересные проекты с пешеходной улицы Карла Маркса переедут на Площадь Свободы. Например, в мае там пройдет второй Минский форум уличных театров. «Этот проект пешеходной улицы Карла Маркса реализовался в течение предыдущих двух лет и получил неоднозначные мнения жителей нашего города, особенно тех людей, которые проживают на этой улице. В предыдущие даже несколько лет на территории Верхнего города открывался музыкально-туристический сезон. И тоже в выходные дни эта часть города, она остановилась пешеходной. Поэтому в этом году планируется объединить эти проекты и задействовать территорию Верхнего города». Современный или ретро, какой Минск больше нравится горожанам, наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. «Я больше всего предпочитаю гулять в старом городе, в Троицком предместе, потому что это самые наши любимые места с семьей. И тем более я с мужем любое свободное время провожу именно там». «По старому будет тишина, спокойствие, по новому красота, благодать, особенно вверху подсветка. Спасибо архитекторам, что мне кажется, я город за свой город». «Новый Минск, больше мне нравится, чем старый. Тут больше стало достопримечательностей, так скажем». «Старое нравится и новое. Очень красиво делать старый район, интересно побыть там, а также в новом районе побыть. Везде своя прелесть». «Мне нравятся новые тенденции, которые сейчас можно увидеть в нашем городе. Ну, а места, в принципе, я в центре люблю гулять». «Больше нравится новая Минск-карета Чижовки, еще красивая библиотека сама». «Вообще, ну, в Минске много достается». «Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, которой всегда рядом работала Ирина Хануни-Крамбальская. Всего доброго и до встречи!»